Песня «Песня» Песня «Песня» Песня «Песня» Песня «Песня» Песня «Песня» Поэтому я приготовил проповедь на английском языке И друг мой, Виктор Воронин Он согласился, что он переводит Спасибо, Виктор Спасибо, Роберт Это очень важная неделя в жизни церкви Это очень важная неделя в жизни церкви Это время, когда Иисус вошел в Иерусалим последний раз Это время, когда Иисус был предан Это время, когда Он был раскат Это время, когда Он был раскат Это время, когда Он был раскат И в это время, Он воскрес из мертвых И в это время, Он воскрес из мертвых И as He died on the cross, He paid the penalty for our sins Умирая на кресте, Он заплатил штраф или наказание за наши грехи И when He rose from the dead He showed us that we, too, will rise from the dead If we know Him And be with Him forever И воскрес из мертвых Он показал нам, что мы тоже воскреснем с Ним Если мы умираем с Ним И будем с Ним вечно Today, we're going to look at The day when He came down the Mount of Olives Сегодня мы посмотрим на тот день, когда Иисус сошел с Иллионской горы And through the Kidron Valley And into the east gate of Jerusalem И пересек Кедронскую долину И вошел в Иерусалим через Восточные ворота Let's take a look at Matthew 21 Matthew 21, verses 1-11 I will read in English And then Victor will read in Russian As they approached Jerusalem They came to Bethphage on the Mount of Olives Jesus sent two disciples ahead of Him Saying to them Go to the village ahead of you And at once you will find a donkey tied there With her colt by her Untie them and bring them to me If anyone says anything to you Tell them that the Lord needs them And He will send them right away This took place to fulfill What was spoken through the prophet Say to the daughter of Zion See, your king comes to you Gentle and riding on a donkey On a colt The foal of a donkey The disciples went and did As Jesus had instructed them They brought the donkey and the colt Placed their cloaks on them And Jesus sat on them A very large crowd Spread their cloaks on the road While others cut branches from the trees And spread them on the road The crowds that went ahead of Him And those that followed shouted Hosanna to the Son of David Blessed is He who comes in the name of the Lord Hosanna in the highest When Jesus entered Jerusalem The whole city was stirred And asked, Who is this? The crowds answered This is Jesus The prophet from Nazareth In Galilee И когда приблизились К Иерусалиму И пришли к Вифагию К горе Илеонской Тогда Иисус послал двух учеников Сказав им Пойдите в селение Которое прямо перед вами И тотчас найдете Ослицу привязанную И молодого осла с нею Отвязав Приведите ко мне И если кто скажет вам Что-нибудь Отвечайте Что они надавны Господу И тотчас пошлет их Все же сие было Досбудется реченое Через пророка Который говорит Скажите через Ионовой Все царь твой Грядет к тебе Кроткий Сидя на ослице И молодом осле Сыне подъеремной Ученики пошли И поступили Так как повелел им Иисус Привели ослицу И молодого осла И положили на них Одежды свои И он сел поверх их Множество же народа Постилали свои одежды По дороге А другие резали ветви С дерев И постилали по дороге Народ же Пришествовавший И сопровождавший Восклицал А сам на сыну Давидову Благословен грядущий Во имя Господне А сам на вышних И когда вошел Он в Иерусалим Весь город Пришел в движение И говорили Кто сей И народ же Народ же говорил Сей есть Иисус Пророк из Назарета Галилейского Один из важных элементов Служения жизни Иисуса На земле Это фактор толпы Почти все что Иисус Сделал было Очень принародно Вокруг него всегда Было множество народа Если мы посмотрим на Новом Завете Сколько там раз упоминается слово Множество народа Мы find that Almost 100 times В четырех Евангриях Мы найдем почти 100 раз И if we look at This scene That we call The triumphal entry И эта сцена Которую мы называем Торжественным входом We see the crowd Is a very important Part of this scene Мы видим что Множество народа Играет важную роль В этом событии And we see a big celebration Здесь огромное большое празднование People are coming out To meet him Люди выходят Встретить его They're throwing their garments In the road In front of him Слояежды постилают Перед ним на дороге They're cutting branches And laying them In front of Jesus To provide a path Ветки из деревьев Срывают и кладут Перед ним Чтобы ему дорогу Вот так устроить And they're saying Blessed is he who comes In the name of the Lord И говорят Благословен Грядущий во имя Господне And blessed is The son of David Благословен сын Давидов And those by the way Are messianic Kind of statements И это Мессианские утверждения They are proclaiming Jesus as their Messiah Они объявляют Иисуса своим мессией They're proclaiming Jesus as their king Они объявляют Что Иисус их царь And if we look at this It is a scene Of total acceptance Of Jesus И если посмотрим На эту сцену Эта сцена Полностью показывает Их принятие Иисуса And we look at this And we say Wow, this is great Посмотрим и скажем Как величественно But we know That this is not The end of the story Но мы знаем Что на этом история Не заканчивается What happens With this crowd Just about Four or five days later Что происходит С этой толпой Четыре-пять дней спустя Let's look at Luke Chapter 23 Verses 27 Through 31 Откроем Luke 23 Стихи С 27 По 31 Luke 23 Luke 23 And let's look at 27 Through 20 I'm sorry I'm sorry I'm wrong It's Matthew It's Matthew 27 Matthew chapter 27 Verses 21 Through 25 And now Things aren't Going so well For Jesus Jesus has been Arrested The Jewish leaders Have already decided That he is going To die And now He is on trial Before Pilate The Roman governor Сейчас он на суде Перед Пилатом Римским правителем Now Pilate had a custom That around Passover He would release One Criminal У Pilate Было обычай На Пасху Для Иудеев Отпускать Одного Преступника And Pilate Said I've got this Murderer Named Barabbas И Pilate Говорит Вот у меня Убийца По имени Варава And I've got This guy Named Jesus И вот Этот человек Которого зовут Иисус Who do you Want me To release And let's look At starting In verse 21 I will read And then Victor Will read In Russian Which of the two Do you want me To release To you Asked the governor Barabbas They answered What shall I do Then with Jesus Who is called The Christ Pilate asked They all answered Crucify him Why What crime Has he committed Asked Pilate They shouted All the louder Crucify him When Pilate Saw that He was Getting nowhere But that Instead An uproar Was starting He took Water And washed His hands In front Of the crowd I am Innocent Of this Man's Blood He said It is Your Responsibility All the People Answered Let his Blood Be on us And Our Children Then Отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. So let's ask the question, what's going on here with these people? Давайте зададим вопрос, что происходит с этим народом? Did they have a big party to accept Jesus? У них все еще тот же праздник, на котором они принимают Иисуса? But then they all went home and really thought deeply about it. А потом они пошли домой, хорошо подумали. And they just all decided that Jesus was a bad guy and he needed to die. That is not the case. Let's look at Matthew 27 and verse 20. 20, the verse right before that. It says there that the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barnabas and to have Jesus executed. In fact, in Mark, it uses a stronger word. It says the chief priests stirred up the crowd to ask for Jesus to be executed. So what's going on with the crowd here? We have an expression in English that perfectly describes the character of the crowd. В английском есть такое выражение, которое прекрасно описывает характер толпы. It's called wishy-washy. Wishy-washy. It's hard. You can't translate it. Нет, по-русски этого. Я не знаю по-русски слово. Wishy-washy. Это тот, который и там, и там. Think about some clothes that are in the washing machine. Это одежда, которая в стиральной машинке. And you look at it, and they go, swish, 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 swish. Those clothes don't have any real conviction. У этой одежды нет никакой своей позиции. They don't have any strong beliefs. У них нет таких сильных верований. They just kind of go wherever the water takes them. And that's what we see in the crowd at this time. They kind of like Jesus. They're kind of... And when things are going good for Jesus, they really support him. But when things are going badly for Jesus, they turn against him. And they call out for his death. Let's look one more time at the last part of verse 24, Matthew 27, and verse 25. Pilate said... Okay, sorry. Pilate said, I am innocent of this man's blood. He said, it is your responsibility. Go ahead. Thank you. And all the people answered, let his blood be on us and our children. Well, the Jewish people got their wish. Because we know that Jesus was crucified and he was raised to life. But we also know that the Jewish people, in general, continue to reject Jesus. But we also know that the Jewish people, in general, continue to reject Jesus. And we know that about 35 years later, in A.D. 67, the Jewish people rebelled against Rome. The Roman armies came and attacked Jerusalem. And in A.D. 70, the Roman armies under Emperor Titus completely wiped out Jerusalem. They tore down the walls of Jerusalem. They tore down the temple. And they killed thousands and thousands of Jewish people. In fact, the Jewish people continue to exist. But the Romans completely wiped out Israel as a nation. Israel did not exist again as a nation for almost 1900 years after that. So, the Lord, through the Romans, brought a terrible destruction on the Jewish people. And what principle do we see here in the Scriptures? What principle do we see here in the Scriptures? The Lord has some very strong things to say. Or better, the Lord is very displeased. When we say we belong to Jesus, we say we want to follow Jesus, but we don't really have a deep commitment to Him. Богу очень не нравится, когда мы говорим, что мы принадлежим Иисусу, но во всей глубине не следуем за Ним. We see this idea repeated in another spot, place in the New Testament. Мы видим, что эта идея повторяется в другом месте Священного Писания. Let's look at Revelation, chapter 3, verses 14 through 16. Откровение, третья глава, с 14 по 16 стихи. Revelation, chapter 3, 14 through 16. He says, To the angel of the church in Laodicea write, These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither hot nor cold. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Откровение 3, 14, 16. In this part of Revelation, the Holy Spirit writes letters to seven churches in that part of the world. В этом разделе Откровения Дух Святой направляет письма или послания семи церквям. And the Holy Spirit talks to them about their spiritual condition. И Дух Святой говорит им об их духовном состоянии. A couple of the churches were very strong. They had an excellent spiritual position. Пару церквей мы находим, у которых была очень хорошая, сильная духовная позиция. And maybe three churches in general were pretty good, but they had some problems. Три церкви мы находим, которые в общем были неплохие, но были у них проблемы. And two of the churches were in very bad spiritual condition. И две церкви были в очень плохом духовном состоянии. And the church in Laodicea was one of those that was in very bad spiritual shape. И церковь в Лаодике это одна из тех, которые были в самом плохом состоянии. In many ways, this looked like a good church. Во многих отношениях она выглядела хорошей церковью. It looks like there were many people in the church. Похоже, что там много людей в церкви. They were having services. У них были служения. Probably singing music. Наверное, пели и играли. This church was fairly prosperous in a material sense. В материальном плане эта церковь была процветающей. And in many ways, these people looked like good Christians. И во многих отношениях эти люди выглядели хорошими христианами. But the Lord said to them, because you're not following me with a whole heart, говорит Господь, потому что вы не следуете за мной всем сердцем, you're kind of, like the expression, wishy-washy. Вы вот те, которые и там, и там. You're kind of lukewarm. Вы теплые. I am going to spit you out of my mouth. Я вас извергну из моих уст. In the Greek language, that is a very strong expression. В греческом выражение извергну очень сильное. The Lord God says, I don't want you in me. Бог говорит, я не хочу, чтобы вы были во мне. I don't want you anywhere near me. Не хочу, чтобы вы были рядом со мной. I want to get you out of me, out of my mouth. Я извергну вас из себя. So the Lord gives them a very strong warning. Бог им дает очень сильное предупреждение. Now, when we look at the Bible, it's always important to read a Bible passage and say, what does this mean to me? Когда мы читаем Библию, очень важно задавать этот вопрос, что это означает для меня? How does this apply to me? Как оно ко мне относится? And I know that in a group of people of this size, there are people here that hear this message from the Bible and say, yeah, this applies to me. I say, I'm a Christian. Maybe I come from a Christian family. I go to church. Maybe sometimes I look at the Bible. But I know that I'm not really following Christ with a whole heart. I know in my heart that when I leave church on Sunday, that that's probably the end of my Christianity until the next Sunday. And I want to say something lovingly and in a gentle sort of way. But I want to say, if that is your situation, that you are in a very dangerous position. Because a real half-hearted faith, that is not the kind of faith that God is looking for. And based on the examples that we've talked about today, the Lord says he is going to bring difficulties in your life to get your attention. And to remind you that if you're going to claim Christ to say you're a Christian, that you have to really walk with Christ and really follow Christ. Last verse, last idea. What advice does the Lord have to share with this church in Laodicea? Let's look at Revelation chapter 3 and verse 20. He says, Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Здесь Иисус говорит, Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. The Lord is speaking to a church that's in a very bad spiritual situation. Бог говорит к церкви, которая в очень трудном, плохом духовном состоянии. And he says, What do you people need to do? И говорит, Вот что вам люди надо делать. First of all, he says, I stand at the door and knock. Во-первых, он говорит, Я стою у двери и стучу. You need to understand that if you're walking that way, you're keeping me outside. Вам надо понять, что если вы вот так живете, то вы меня держите снаружи. You need to hear that I'm standing there and I'm knocking on the door. Вам надо услышать, что я там стою и стучу в дверь. And the door here is a symbolic way of saying your life. I'm knocking on the door of your life. Я стучу в дверь вашей жизни. And you need to hear my voice and open the door. И вам следует услышать мой голос и открыть дверь. You need to open the door and you need to let me come into your life. Откройте дверь и позвольте мне войти в вашу жизнь. And it says, I will come in and eat with him and he with me. Здесь говорится, Войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною. Now, the idea of eating here does not mean a big special feast that you have for people once in a while. Eating just means having a meal, a regular meal. Jesus says, I don't just want to come into your house for a visit. I want to really live in the house of your life. I want to be a part of every part of your life. The average things like getting up and reading and going to bed and having meals. I want to come into your life and be a complete part of every part of your life. I want to share very briefly one more piece of scripture before we close. Just to think about Romans 10.9 Romans chapter 10 verse 9 He says what to us that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead you will be saved. Notice that he talks about being saved. And I think we all want to be saved. But let's not forget what he said that if you confess with your mouth Jesus is Lord there is a connection there between the lordship of Jesus and salvation. So what does God want in our life? He wants us to hear that he is knocking at the door of our life. He wants us to let him into the door of our life. and he wants to be a part he wants to be with us in every part of our life. And he wants us to not forget that if we are going to say we are his that we have to understand that he is our Lord. Which means our master our king our leader. So may God give us hearts to consider the examples in the scripture that we have shared today. May God give us hearts to really bring Jesus into our life and follow him carefully and truly make him the Lord of every part of our lives. Amen? Amen. Burmali of the loved one of your love of the ancestors upon our lives of your life. Оттуда придёт помощь моя, помощь мою свожу. Оттуда придёт помощь моя, помощь моя. Оттуда придёт помощь моя, помощь моя, Господа, сотворившего неба и землю. Помощь моя, Господа, сотворившего неба и землю. Оттуда придёт помощь моя, Господа, сотворившего неба и землю. Оттуда придёт помощь моя, Господа, сотворившего неба и землю. И неуслёт он, и неуслёт он. Оттуда придёт помощь моя, Господа, сотворившего неба и землю. Оттуда придёт помощь моя, Господа, сотворившего неба. 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 Оттуда придёт помощь моя, Господа, Оттуда придёт помощь моя, Господа, сотворившего неба. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так мягко селит и кричит «Осана, блажен грядущий во имя Бога Царь!» И сладки те слова, как Божья манна, что падала с небес в пустыне встарь. Блажен Мессия, славный сын Давидов, осана вышних, слава и хвала! О, Иерусалим, ты видел много видов, но эта сцена все их превзошла. Изменчиво народа настроение, сегодня слава, а на завтра прочь. Тверды сердца врагов, как те каменья, темны глаза их, как в безлунье ночь. Под праздник Пасхи к смерти присудили, за город увели под крик «Распни!» И там с ворами к кресту прибили Мессию Бога, что царем был им. Не поняли и недооценили, не помнили, что жизнь он мог давать. А как стелили, мягко так стелили, да только жестко привелось спать. Иерусалим, Иерусалим, Скорби душа, взор застилают слезы. Пришел к своим, в любви пришел к своим, А получил насмешки и угрозы. О, сколько раз хотелось мне собрать Детей Твоих, как птица собирает. Под крылья всем теплом своим обнять, Питать и греть, беречь при перелетах. Хотел любить, хотел от зла спасать, Хотел простить, но вы не захотели. Иерусалим, доколе будешь спать, Ты на жестокой горе мусланной постели. Познай меня, прими Иерусалим, Приди, вернись, давай вдвоем поплачем, И вновь Тебя я назову моим. Иерусалим, любовь не может поступить иначе. Иерусалим, 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 скорби душа, взор застилают слезы. Познай меня, прими Иерусалим, Приди, вернись, давай вдвоем поплачем, И вновь Тебя я назову моим. Иерусалим, любовь не может поступить иначе. Иерусалим, 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 Иисус Христа в Иерусалим. Иисус Христа в Иерусалим. Гадаринская история. Там, где скалы стремятся в небо, Там, где пашни, луга и поля, Берег озера Генесарецкого, Гадаринская эта земля. Все здесь, как и везде, Те же люди, те же праздники, Слезы и смех. Только есть человек в округе, Тот, что ужас наводит на всех. Он в безумстве своем одичавший, Стал изгоем среди своих. Неодетый, косматый, страшный, Разве место ему средь живых? Одержимый. Ему вдогонку часто груды летят камней, И до крови изранены руки От тяжелых железных цепей. Люди тени его страшатся, Дом родной для него закрыт. Он на кладбище должен скитаться Средь холодных могильных плит. От живых лишь одни проклятия, Только мертвые просто молчат. К сердцу матери не достучаться, Его жизнь на земле — сущий ад. Среди убогих могил ночами В небеса он с тоскою смотрел, Звезды ласкою тихой мерцали. Ну, молись же! Но он не умел. А однажды его к обрыву Словно кто-то жестоко гнал, Что в холодную вод пучину Мог он броситься с гордых скал. И пошел он навстречу смерти. Но кто это стоит вдали С галилейскими рыбаками И зовет к себе — подойди? А в глазах столько нежности чуткой И любви бесконечной, живой. Так смотреть не умеют люди, Так любить может Бог святой. Одержимый пошел навстречу, Где-то в сердце вдруг стало теплей. Свет на миг озарил сознание, Он спасет меня, царь царей. И склонившись к ногам Иисуса, Он о помощи жаждал молить. Только враг вновь смутил сознание, Стал устами его говорить. Сын Всевышнего, вечного Бога, Что тебе до меня? Уйди и не мучь меня, И не трогай нам с тобою не по пути. Пастухи, что свиное стадо Охраняли невдалеке, Тоже ждали евреям, Что надо в их языческой чуждой земле. А учитель со властью Бога Грозно свой приговор произнес, И вдруг бесы свиное стадо Повели погибать на утес. Ты свободен, навеки свободен, Человеку спаситель сказал. И как сына он нежной рукою Жертву зла и греха обнял. Одержимый теперь спасенный, Слезы счастья струятся из глаз. Я пришел для тебя. Ты свободный, ты мой сын, Прозвучал Божий глаз. С той поры уж промчались столетия, Но историю ту не забыть. В ней так много небесного света, Что поможет нам тьму озарить. Если ты никому не нужен, Если грех тебя властно пленил, Если цепью сковало горе, И живешь ты, как средь могил, Если против тебя порою Восстает для борьбы целый ад, Если ты сам измучен собою И всей жизни своей не рад, Помни, есть тот, кто нежно любит, Тот, кто выслушав, все поймет, Кто простит и опять не осудит, Тот, кто сыном тебя назовет. Протяни к нему трепетно руки И к ногам его просто склонись, И почувствуешь, как в твое сердце Голубая спускается ввысь. Аминь. Я очень благодарен Господу, Что имею возможность сегодня В вашей церкви прославить Его святое имя. И спасибо Василию Кнышу, Что он сделал возможным быть здесь. Слава Господу! Ты моя истина, Ты моя радость, Цель моей жизни, Надежный оплот. Ты моя сила, Общение сладость, Ты мой спаситель, Желанный благой. Благо мне в жизни К тебе приближаться, О, укрепляй наш блаженный союз, Дай наименьшим Твоим называться, Славя великое имя Иисус. Знаю, что в мире Без света и Бога Счастья душе Я уже не найду. Ты мое счастье, Цель и дорога, Я по следам Твоим Кротко пойду. Буду слезами Я мыть Тебе ноги, Буду я раны Твои врачевать. О, Иисус, Днями жизни немногими Имя Твоё Научи прославлять. Имя Твоё Ведь так было поругано Миром бездушным Среди мрака и тьмы Детям Твоим Так отрадно и дорого Будем с любовью Шептать Его мы О, Иисус, Ты ценою мучения Жизнь и спасение Людям принёс Только достойно Оно прославление Имя любимое Нами Христос Имя любимое Нами Христос Слава Господу! Не бойся ныне Чексиона С льдайских Громов и огня Твой царь идёт Кучу Геона На послане Другого царя И ты, Бог ущащий Постой к хвалу Ему теперь Постой ему Хвалу теперь ПЕСНЯ 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 Все множество учеников начало в радости великласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небеса и слава Вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, написано, «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас праздник – вход Иисуса Христа в Иерусалим. Вы знаете, что в то время, когда Иисус въезжал в Иерусалим, это действительно был праздник. Я хотел, чтобы для нас так же, потому что люди радовались, искренне радовались и ликовали тому, что Иисус, тот, который восстал среди народа, пророк, как они называли его, Сильный в слове и в деле, он бывал в Иерусалиме, но, в общем-то, большую часть своей земной жизни он не был в этом городе. Он приходил туда и опять уходил для служения людям. И вот в последний раз, перед тем, как его распяли, он пришел в Иерусалим, потому что это пророчество. И сам Христос сказал, что в Иерусалиме избивали пророков. Именно в этом городе он должен был умереть. Но сегодня это был праздник. Праздник. Народ ликовал, ученики прославляли его. Такое было торжество, веселье, радовались, что Иисус пришел в Иерусалим. Знаете, интересно, что он смотрел на этот город, смотрел на блеск его. Действительно, это потрясающая картина. В Израиле есть такая специальная, ну как бы, такой viewpoint, площадка с Елеонской горы, вид на Иерусалим. Я представляю, каким красивым этот город был и в то время. И особенно храм. Сейчас на этом месте стоит мечеть Амара, и она тоже с золотым, таким большим куполом тоже блестит. Но тогда это был храм, посвященный Господу. И он тоже был, так сказать, украшен золотом. И особенно в солнечную погоду. Это было прекрасное зрелище. И никто не понимал, почему Иисус плачет. Никто не понимал, почему он его сердце скорбит. Написано, что когда он приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Брат Роберт сегодня говорил о том, что Иисус стоит у двери, сердце и стучит. Если кто услышит голос, он говорит, войду к нему и буду вечерить с ним. А выше, обращаясь к ангелу Адикийской церкви, Бог говорит о том, что ты думаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды. Но он говорит, что ты беден, жалок, ничь, слеп, инак. И он дает совет, советую купить золото огнем очищенное. И глазную масью помашь глаза твои. И он говорит дальше о том, чтобы сделать вот эти все важные процедуры в своем внутреннем мире. Братья и сестры, я верю, что это обращение Бога к каждому человеку. Внешне Иерусалим прекрасно выглядел, внешне он блестел, внешне он хорошо смотрелся. Но Иисус смотрел на внутренности, он смотрел на будущее этого города. И он говорит, что в нынешнем, при нынешнем твоем состоянии, лимит Божьего долготерпения уже исчерпан. Он говорит о том, что если бы ты хотя бы все твой день узнал, все шло к тому, чтобы ты получил благословение, но ты не захотел его получить. Ты просто отверг. И при всем том, что ты сейчас блестишь, он говорит, я советую тебе. Братья и сестры, я верю, что это обращение ко мне и каждому из нас. Бог хочет, чтобы мы постоянно проверяли свой внутренний мир. И при всей нашей красоте внешней, Бог хочет, чтобы мы почаще заглядывали в свое сердце, чтобы он не плакал, как плакал о Иерусалиме, чтобы так Иисус не плакал о нас. Интересно, что эта история, то есть события, начинаются с того, 19 глава, когда Иисус Христос пришел в Иерихон. И в этом городе, Иерихоне, совершилось событие, которое мы все знаем. Здесь встретился ему Закхей, точнее Иисус встретил его. Он подошел к дереву, на которое он залез, потому что написано, что Иисуса Христа окружали люди, которые, как мы недавно слышали слово, не давали возможности Закхею приблизиться к Иисусу. И он влез на дерево с тем, чтобы увидеть Христа. Когда Христос подошел к нему, он сказал, Закхей, сойди, и мне надо быть у тебя в доме. Смотрите, что здесь написано. И он поспешно сошел и пришел и принял его с радостью. И все, обратите внимание, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Вот эти люди, которые окружали Иисуса Христа, они вдруг начали роптать. Все, не написано, что книжники только там, или фарисеи, или законники какие-то. Все, кто увидели, что Иисус вошел к Закхею, они начали осуждать его. Братья и сестры, события, которые сопровождали, вот эта процессия всякая, которая сопровождала Иисуса Христа, в его входе в Иерусалим, 39 стих, здесь 38-го прочитаем еще. Люди говорили, благословен Господь, грядущий во имя Господне. «Мир на земле и слава Вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам Твоим». Некоторые фарисеи из среды народа. В середине народа были люди, которые кричали и говорили от имени народа. Говорили, что запрети ученикам Твоим. Запрети, чтобы прославляли имя Господне. Запрети, потому что мы думаем, что это не от Духа Божьего. Иисус Христос сказал, если они умолкнут. Братья и сестры, Бог не хочет славы своей отдать кому-то. Он говорит, если даже вы не будете прославлять меня, есть другие возможности для того, чтобы прославлять камни. Вот эти камни, которые всегда молчат и не сдают никакого звука, они начнут говорить, они начнут кричать. Братья и сестры, Бог хочет, друзья дорогие, чтобы мы с вами, те, кто познали имя Господа, прославляли Его. Он не хочет, чтобы мы молчали. Он не хочет, чтобы мы были равнодушны, чтобы мы просто-напросто проводили свою христианскую жизнь вот в таком состоянии, так сказать, людей уже удовлетворенных и успокоившихся. Бог хочет, чтобы мы прославляли Его. И Иисус не сказал ученикам и народу, прекратите, мне это не нужно. Он говорит, он наоборот поощрил и сказал, что если они умолкнут, это слава, которая должна звучать, которая должна, принадлежит Господу, и она должна исходить из нашего внутреннего мира и появляться на наших устах. И он говорит, что не смотрите ни на кого, прославляйте Господа, живите жизнью достойной Его, чтобы имя Господа прославлялось в нашей жизни. Здесь все люди, которые окружали Иисуса, увидели, когда Иисус вошел к Захею, они осудили Иисуса, потому что не знали, что это грешный человек. Но взгляд Бога и взгляд людей – это совершенно разные взгляды. Когда люди смотрели на Иерусалим, они видели блеск и величие Его, они видели красоту и могущество и неприступность этого города. А Иисус смотрел и плакал, потому что Он знал, что будет с этим городом в ближайшее время. Когда люди увидели, когда Иисус пришел к Захею, они все осудили Его, как один осудили. Они сказали, что Он зашел к грешному человеку, но Иисус сказал, что ныне пришло спасение дому сему, потому что и Он – сын Авраама. У Львей было совершенно другое понятие. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы не ориентировались на то, что говорят люди. Бог хочет, чтобы мы смотрели на то, что говорит Его Слово, потому что взгляд Бога и взгляд нас с вами – это разные взгляды. И тогда, когда мы смотрим в Слово, мы ниже об этом скажем, тогда мы правильно ориентируемся. Дальше события в этой главе развивались так, что Иисус присовокупил написанную притчу к тому, что Он говорил. И Он рассказал о людях, которые… вернее, об одном человеке, который получил в наследство царство и пошел получить его, это царство. Но написано, что люди этого города, они не хотели, чтобы Он царствовал над ними. И послали посольство и сказали, что мы не хотим, чтобы ты царствовал. И интересно, что когда этот Господин возвратился, то Он призвал, когда Он уходил, Он дал деньги людям и сказал, чтобы они употребили их. И когда Он возвратился, Он призвал их и попросил у них отчет, потребовал отчета за то, что Он им оставил. И один пришел и принес 10 талантов, другой пришел и принес 5 талантов, а третий пришел и говорит, я в платочек завернул твои деньги, вот тебе твое. Он говорит, я не употребил их. Братья и сестры, люди всегда будут говорить что-то, что, в общем-то, не будет нравиться мне или кому-то. Но Бог хочет, чтобы мы были вовлечены в служение Богу. Он хочет, чтобы мы не смотрели на то, кто как делает. Он хочет, чтобы мы делали. Люди будут говорить, мы не хотим, нам это не нужно, нам это не нравится. Но интересно, что были люди, которые просто брали и делали. Были люди, которые были настроены на то, чтобы служить Богу. И они делали все, что могли. И Христос говорит в этой притче о том, что те, у кого есть, они еще получат, им будет дано и приумножится. А те, кто не имеет, они лишатся того, что имеют, хотя бы немного. Братья и сестры, очень важно понять то, в какой среде мы находимся. Очень важно понять то, мы в стане прославляющих Бога, в стане тех, кто действительно всей жизнью своей подтверждает, не только словами, хотя это очень важно, словословить Бога, но всей жизнью своей, как эти рабы верные, которые то, что получили от Бога, они этим прославили своего Господина, они прославили Бога, они отдали Ему то, что должны были отдать. Это одна позиция. И другая позиция людей, которые здесь, вот в Священном Писании говорит, что они из среды народа говорили, замолчите, не нужно этого делать, учитель запрети им, хотя, в общем-то, они не Христа прославляли, здесь написано, что они прославляли Бога за все великие и чудные дела. Дорогие братья и сестры, Бог хочет именно, чтобы мы делали. И так написано, что тем прославится Отец ваш Небесный, когда вы принесете много плодов, то есть конкретными делами будет прославляться Господь наш. И здесь дальше Господь говорит о том, что Он плачет, написано, что Он заплакал о городе, только потому, что, я уже сказал, что внешне Он красиво выглядел, но внутреннее наполнение жителей этого города, это была серьезная проблема, которая была, и Иерусалим был уже обречен. В первом псалме мы читаем о том, что говорит Давид, Господь через Давида говорит, Он говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не сидит, не стоит на пути грешников, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, и будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и Он приносит плод Свою во время Своё, и во всём, что Он не делает, успеет, не так нечестивые, ибо они, как прах, возметаемый ветром. Братья и сёстры, друзья дорогие, можно быть человеком, который приносит много плода, можно быть в среде людей, которые организовывают служение Богу, можно быть в среде людей, которые прославляют Бога всей своей жизнью. Написано, что воля такого человека в законе Господа, он связывает всю свою жизнь со Словом Божьим, он никогда не ошибается, жизнь его так построена, что он приносит много плодов для Бога. И дальше написано, что есть категория людей, написано, не так нечестивые, ибо они, как прах, возметаемый ветром. Люди, которые не имеют основания, твёрдого основания, сегодня Роберт говорил, это как вот машинка там, вернее, одежда в машинке стиральной, туда-сюда. Здесь написано, что, ибо как прах, возметаемый ветром, это пыль. Когда ветер подует, с одной стороны она полетела в другую сторону, с той стороны подула, она полетела в эту сторону. Бог хочет, дорогие мои братья и сёстры, чтобы мы не были такими. Бог хочет, чтобы мы действительно были в стане прославляющих Бога, чтобы тогда, когда Бог будет смотреть на нас, или когда Он смотрит на нас каждый день, чтобы Он не плакал, чтобы Его сердце не скорбело, чтобы Он не сказал те слова, которые сказал Иерусалиму когда-то. «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя отовсюду, и стеснят тебя, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Братья и сёстры, в жизни каждого из нас есть время, когда Бог особенно посещает нас. Я верю, что и через это служение Бог говорил нам, и через проповеди, и через пение, через стихотворение, Он говорил о том, что Он хочет, чтобы Иисус, имя Божье, прославлялось в нашей жизни. И если действительно мы понимаем, что это день нашего посещения, мы обязательно будем использовать это время для того, чтобы употребить вот эти таланты, данные нам Богом в своей жизни, чтобы нам быть на небесах, на небе, тогда, когда мы придём в вечность, в числе тех, которые будут окружать престол Иисуса. Это тоже будут люди. Это будут спасённые народы, которые будут окружать престол Иисуса. Их будет очень много. И там будет продолжение этого поклонения, продолжение того прославления, которое мы делали Богу, которое мы организовывали Богу здесь, на земле. Я очень хотел бы, дорогие мои, когда мы читаем книгу «Откровения», там очень ясно написано, что там тоже множество народа было, когда-то встречали Иисуса, вот эта толпа, и они прославляли Господа. Ну и были люди, которые не хотели этого делать. Я очень хотел, чтобы каждый из нас был в своей жизни в числе прославляющих здесь, на земле, чтобы тогда, когда мы придём к престолу Агнца, и будут окружать этот престол, спасённый из всех народов, в их числе были мы, чтобы в их числе действительно были мы, потому что это вечность, это не один день, это не дни, а не много дней здесь, на земле, это вечность. Пусть Бог поможет нам в этом. Аминь.